Последние два года были для Александра Шелковенкова очень трудными. Он вынужден был уйти из института. Его не принимали на работу. Банковские карточки блокировали, неоднократно избивали, грозились посадить за терроризм. И всё это, по словам Александра, из-за его политических взглядов. Мой любимый плакат. Он позорит страну. Он начинал всё с 2000-х годов, что он незаконно пришёл к власти, разваливает страну. Политические репрессии начал, брата, убийственную войну начал. 20-летний Александр – член леворадикального движения «Национал большевистской платформы». Не всеродные одобряют его деятельность. В протест на движение он с 16 лет. Впервые вышел на митинг в Москве против фальсификации на выборы в Госдуму в декабре 2011-го. С тех пор молодой человек – активный участник протестов против власти. В защиту политзаключённых. «Долой кремлёвских оккупантов! Свободу героям 6 мая!» Против политики Кремля в отношении Украины. «Украинцы, россияне, братья навек!» «Украина, мы с тобой!» Десять задержаний полиции за последние два года. Его неоднократно арестовывали по статье 212 Уголовного кодекса России нарушение установленного порядка во время проведения митингов. «Первое – это 30 суток за акцию в поддержку Надежды Савченко. Второе – это акция, которой мы даже не успели развернуть баннер. Около суда, где судили его друга Ильдара Дадина, мне тогда дали 5 суток административного ареста». Ещё один арест и Александр мог бы следующие 5 лет провести в тюрьме. Теперь он ждёт решения Киева о предоставлении ему статуса политического беженца. Он очень рассчитывает на страну, где победил Майдан, который, по словам Александра, показал в том числе и России, что воля народа сильнее оружия власти. «В короткие сроки люди смогли самоорганизовываться. В России должна быть такая же горизонтальная самоорганизация, без каких-либо лидеров». «Сегодня Киев, завтра Москва», – говорит Александр. Он уверен в неизбежности смены власти в России и не в последнюю очередь в результате действий гражданского актива. «Он есть, но, к сожалению, его недостаточно, его должно быть больше». Парламентская демократия без тотального контроля со стороны спецслужб. Это главная мечта Александра, от которой он не намерен отказываться даже на Украине. Друзья, такие же активисты, рады, что он в безопасности и сможет продолжить свою деятельность. Редактор субтитров А.Семкин